Всем привет! С вами Ксеша. Добро пожаловать на мой канал. Здесь я делаю обзоры на новинки, рассказываю про уход за кожей лица и тела, уход за волосами, показываю как наносить макияж. Ну а сегодня мы будем делать обзор новой палетки от Tami Tanuka, которая называется Allure. Ну я думаю вы и так это поняли из названия, но сначала не забудьте подписаться. И вот она красавица, эта палетка на 12 оттенков теней. Она будет стоить 5200 и старт продаж 15 октября 2023 года. Здесь рефилы среднего формата. Сейчас покажу в сравнении с обычным. Если вы фанат бренда, вы уже знаете, что такое средний формат, но если вы впервые с ним столкнулись, то вот обычный классический формат рефилов. Такие же рефилы у мак, у многих брендов круглые. И они больше по объему, нежели вот средний формат Tami Tanuka. Мне очень подходит такой формат палеток, потому что я никогда не израсходую все свои тени. Здесь их не слишком много и не слишком мало. Я никогда их тоже не смогу, мне кажется, затереть до дыр. Здесь у нас 5 матовых оттенков, все остальное шиммеры разной интенсивности. Есть статины, есть супер яркие топеры, есть оттенок экстра. Обожаю Tami Tanuka именно за экстра оттенки. Они нереальные, их видно из космоса. Хотя вот как сегодня их можно нанести полупрозрачным. Я уже делала 6 макияжей с этой палеткой. У меня такое ощущение, что я могу сделать еще больше. Сегодня в видео я не буду показывать нанесение ни одного из образов макияжей, потому что вы их сможете просто найти у меня на канале. Давайте не будем делать это видео еще длиннее, чем оно будет. Зато в конце у нас будут свочи и пальцем, и кистью, и также шиммеры отдельно на внутренней части ладони, для того, чтобы раскрыть их максимально, как показывает практика, самый яркий результат именно на ладошке. Что касается гаммы. Мне кто-то уже писал, что какая классная, наконец-то, теплая палетка от Tami Tanuka. Я бы ее не назвала теплой. На мой взгляд, это идеальная золотая середина. И эта палетка подойдет всем, абсолютно всем. Здесь очень классные оттенки. Здесь есть какие-то, знаете, с красным подтоном, но этот красный, он разбавлен серым, и за счет этого палетка действительно не слишком теплая. Но при этом она и не холодная. Я буду делать обязательно сравнение с другими палетками от данного бренда. Это будет после того, как мы разберем все оттеночки из нее. Если вы верите в типажи зима, лето, осень, весна, то эта палетка подойдет всем. Абсолютно всем, мне кажется. Каждый из оттенков можно будет взять по отдельности в рефиле. Например, если вам не нужна целиковая палетка, у вас есть что-то похожее. И здесь все совершенно новые оттенки. Они не дублируются в других палетках. Оттенки начинаются с 162 оттенка и заканчиваются 173. Здесь они разложены 162, 163, 164 и так далее. Хотя я когда в первый раз посмотрела, я подумала, ну вот логично будет так. Но так тоже понятно. Кстати, вот сегодня у меня макияж чисто вот этот верхний ряд. Очень классно смотрится. И в целом здесь можно вот так вот рядами собирать макияж. Можно шестерочками собрать макияж. Можно сделать наискосок. Все оттенки, они очень хорошо друг с другом перекликаются. Хотя вот так посмотришь, ну тут какой-то сиреневый. Но как он будет смотреться с оливковым? А я вам скажу, он очень хорошо смотрится с оливковым. Давайте разберем каждый оттенок по отдельности. Первый у нас экстра 162. Вот так вот он выглядит. Буду подсматривать, как они называются. Я их, если честно, еще не запомнила. Это розовый сахар. И в рассыпушке его можно взять. Он называется вытяжка безмятежности. Он дает отлив немножко в салатовый. У него вообще очень красивые переливы. Есть и желтый, розовый, персиковый. Все, что только можно. Давайте наносим. Дальше. Наш матовый. 163. Вот он на пальчике. Давайте еще наберу 164 сразу же. И 165. 163 называется горький миндаль. Его в рассыпушке можно найти под названием первая любовь. Это совершенно такой нейтральный бежевый оттенок. И сам бренд его точно так же описывает. Я всегда ориентируюсь на описание бренда. Но сначала говорю, как я его вижу. Смотрите, прям идеально с моей футболкой сливается. Такой нейтральник. Он не слишком желтый. Он не слишком оранжевый. Он не слишком розовый. Идеальный. Это у нас избалованный жеребчик. У него нету профиля. Его нельзя найти в рассыпушке. Ну, конечно, есть что-то похожее. Но не прям он-он. И это красивый такой шампань оттенок. Шампань бежевый. Вот шампань чуть-чуть обычно более желтоватый. И это очень-очень нежный и деликатный цвет. И это иней. В рассыпушке называется корректировщик иней. Это оттенок топпер. Тут прям сияющие частички могут разлетаться. Его лучше наносить при помощи пальца. Можно влажной кисточкой, чтобы он не разлетался. У него огромное количество разноцветных блесток. База, я бы сказала, такая чуть-чуть, чуть имеется. Она сереневатая. И перелив невероятный. Тут есть золотистые блестки, зелененькие, персиковые, розовые. Какие-то более голубенькие. В общем, он очень сложный и очень яркий. Набираем 166, 167, 168 и 169 оттенки. 166 называется объятие кашемира. И его можно найти в рассыпушках, в бронзерах. И он будет называться миндальный ветер. Это такой тау. Он достаточно холодный. Имеет красновато-сероватую базу. И если вы очень светленькая, этот оттенок идеален для затемнения. Очень шикарно набираются все матовые шиммеры. Просто у некоторых брендов кремовые тени. Они настолько гладко доносятся, как у тами-шиммеры. 167 называется тот румяный кавалерист. Я сейчас буду прям подсматривать, потому что у этого оттенка два профиля в рассыпушках. Первый называется путешествующая налегке. И вторая наполняющая спокойствием. Путешествующую налегке бренд описывает как бежево-розовый нейтральный. А наполняющую спокойствием как розовое золото. Этот оттенок действительно, знаете, такой вроде розоватый, бронзоватый. У него золотой отлив. Я еще чуть-чуть набрала. Это сатин, которым можно затемнять. Его можно нанести на все века. Он выглядит очень-очень-очень интересно. Ну вот да, в нем есть розовый оттенок, но по сравнению с рассыпушками он более темный, мне кажется. Дальше у нас Грация. И профиль оттенка Грация это металлик Мега Шиммер. И это, ну вот, описание на сайте, оно полностью соответствует. Вы просто посмотрите. Не надо слишком много набирать этого оттенка, потому что он может становиться немного рыхлым. Его надо хорошенько растягивать. Просто посмотрите, какой металлический эффект. Как в зеркало смотришь. Блик здесь у нас получается в зависимости от освещения. Вот у меня холодный свет и блик выглядит прям таким серебристым. Это тоже у нас что-то между розовым с золотом, желтым с золотом. Он очень интересный. Он супер яркий. И если вы его нанесете на затемнение на внешнем уголке, то он перекроет его просто своей яркостью. Он нереальный. И мне даже некоторые люди писали, что он затмил экстра оттенок. Я считаю, что они все шикарные. Но он прям супер-супер яркий. Это видно и с этим спорить нельзя. 169 называется Новое седло. И профиль этого оттенка исполнительница главной роли. Это очень классный коричневый оттенок. В нем есть немножечко красноты. Но она не слишком яркая. Его тоже можно использовать для средних тонов кожи как затемнение. Прям вот видите, попрохладнее, потеплее. Но он не красный-красный. Очень красиво будет смотреться с ореховым оттенком глаз. И бренд его описывает как смуглый карамельный. Последние четыре оттенка 170, 171, 172 и 173. Вот они на пальчиках. 170 называется Монетка на счастье. Профиль оттенка Береговая Соня. Это металлический бронзовый цвет. Тоже, кстати, яркий, красивый. Очень-очень-очень-очень. Его можно наслаивать. Тогда он будет прям супер яркий. Либо его можно растягивать, как сатин он становится. Сияние приглушается. Давайте сейчас еще добавлю, чтобы вы увидели, о чем я говорю. Зачем добавлять, если на пальце видно? Вот до такого состояния его можно засиять. Можно использовать, опять же, влажную кисть. Какую-нибудь хорошую липкую базу. Либо вот понаслаивать. Получится так нереально красиво. Вот этот восхитительный темный коричневый оттенок. Называется Резиденция Шоколад. Это профиль оттенка шоколадная. Он чуть-чуть какой-то с фиолетовым, с какой-то краснотой. Но при этом он все равно выглядит достаточно холодным. Супер насыщенный, супер яркий. И можно рисовать стрелки. В общем, я этим и занимаюсь. Безумно красиво смотрится. Если вы не хотите прям черные угольные стрелки, а что-то более нежное и мягкое. Последние два оттенка таких оливковых. И они оба не имеют профиля. Оливка прекрасная, матовая. Называется Франт. С такой коричневинкой. В зависимости от вашего тона кожи. Может казаться более коричневый, либо более оливковый. Очень хороший оттенок. И легко растушевывается, легко втушевывается. И вот в этот оттенок, и вот в этот не будет таких проблем, как обычно бывает с зелеными оттенками, чтобы растушевать его красиво. Потому что он достаточно припыленный и в нем достаточно вот этой коричневизны. И старые деньги. Old money. Я бы назвала его сатин. С намеком на металлик. Потому что видите, блик появляется. Безумно красивый. У него такой чуть-чуть золотистый отлив. Ну и это шикарная оливка. У меня была оливка от MAC. И они чем-то похожи. Просто это на стероидах. Ну и конечно все познается в сравнении. Поэтому я накидала огромное количество палеток от Tami Tanuka, которые уже были выпущены. И мы будем их сравнивать. Первая палетка, с которой мы сравним Allure, будет у нас, конечно же, тихий голос, скромный птахи. Чтобы вы поняли, что эта палетка не слишком теплая. Вот так вот я их друг с другом поставлю. Птаха, она прям прохладная. И видите, на фоне птахи Allure не выглядит рыжим. И здесь есть такие плюс-минус похожие оттеночки. Неудобно держать эти большие палетки. Из похожих. Вот у нас есть такой суперсветлый матовый оттеночек. И, соответственно, здесь светлый матовый и средний матовый. Вот они на пальчиках. Первый сводч у нас из птахи. Второй из Allure. Прям видно, да, что в птахе оттенок более серый. Опять сначала птаха. Более серая. И чуть более теплый оттенок из Allure. Больше совпадений в этих палетках нет. Дальше у нас Allure с коронацией. Что мне нравится в Allure и в коронации? Это, конечно же, этот розовый шиммер. Но они совершенно разные. Я думаю, это и так видно. Вот они друг рядом с другом. Меня заинтересовал вот этот розовый и розовый сверху Валюри. Ну, Валюри, да, он более бежевый. Но когда ты прикладываешь две палетки, оттенки выглядят похожими. Конечно же, мы должны все проверить, все просвочить и выяснить, что это совершенно разные два оттенка. Ладно, я посмотрела поближе на руке. Под каким-то углом они могут казаться одинаковыми. Но оттенок Allure определенно теплее. Он по сравнению с оттенком из коронации. Коронация холодный, розовый. А на фоне него оттенок выглядит даже каким-то персиковатым. Я не знаю, есть ли смысл, но на всякий случай из Чародейки. Там тоже экстра оттенки. Тут есть розовый. Он не дает и десятой доли этого отлива. Здесь отлив, конечно, значительно сложнее в Allure. Чародейка. И Allure. Дальше посмотрим ее со львом, малышкой Flaming Gold. И Flaming Gold, очевидно, теплее уже, нежели Allure. Здесь я хотела сравнить, во-первых, здесь у нас есть такие более зеленые оттенки, тоже оливочки. Но они другие. Я уже вижу. Все для вас, конечно же, просвочу. Давайте оливка, сатиновая оливка и еще одна сатиновая оливка. Allure. Flaming Gold. Вы знаете, когда Flaming Gold вышел, я думаю, офигеть, какие формулы. Неужели можно сделать такие крутые формулы? А можно сделать, оказывается, еще круче. И там и Танука это делает каждый раз. И теперь давайте шиммеры сначала Allure, потом Flaming Gold. Я, наверное, сделаю еще дополнительно подсъемы, но вот Flaming Gold, он больше золотистый, нежели оливковый. И давайте сделаем еще одно сравнение. Вот у нас этот оттенок и этот. Набираю только из Flaming Gold, потому что мы уже свочили тот. Просто нанесу рядом с предыдущими свочами. Третьим сверху. Он прям очень теплый по сравнению с этими двумя. Возвращаемся к томной ореховой жабе, которую я до этого показывала. И здесь, мне кажется, есть смысл сравнивать только вот эти вот два оттенка. Опять же, так как тот я набирала, я его не буду набирать. Сделаю своч рядом. Тут у меня даже есть место вакантное. Вот они все три. В томной жабе оттенок более холодный. Внезапно у нас появился степенный королевский павлин. Я каждый раз открываю все палетки и прям высматриваю нужные оттенки. Я не думала, что в павлине будет что-то похожее. А нет, вот у нас матовый коричневый оттенок. Вот это из павлина. И вот похожий из алюра. Павлин. Алюр. В алюре оттенок более теплый. Давайте даже добавим, наверное, насыщенный коричневый. Он будет темнее. Но, мне кажется, по тональности он будет где-то недалеко. Потому что вот в павлине в коричневом оттенке я вижу какие-то такие красноватые нотки. Опять ничего не совпадает. Со следующими двумя палетками я не просто так буду сравнивать. Я видела в сообществе там и та нука. Кто-то говорил, что алюр это идеальное дополнение к дракону. И также так говорили про кота. В драконе у нас есть... Что у нас есть похожее? Ну, давайте вот эти два оттенка сравним. И, наверное, наши зеленочки. Ну и коричневый. Ой, чуть не потеряла все свои драгоценности. И верхний коричневый. Ладно, и эту оливку. Я поняла. Ладно. Сейчас практически все просвочим. Это не оливка, это горчица. У меня под углом немножко в тени выглядела оливкой. Значит, коричневый. Оливка, 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 оливка у меня была вот здесь. Вот здесь есть место для своча. Видно, да, что здесь все-таки более желтый оттенок. Здесь у нас коричневый. И я его даже нанесу скорее вот здесь сверху. В сравнении этот оттенок более красный, нежели оттенок из дракона. Так, сейчас набираю... Мне кажется, с оливкой нет смысла сравнивать. Ну вот она у меня здесь нанесена. С ней там прям на руке сравню. Вот этот вот оттенок, вот этот и вот этот. Кстати, очень прикольная текстура у данного оттенка. К нашим оливкам добавляем оттенок из дракона. Он значительно более темный. Хотя с бликом он выглядит как будто бы где-то в одной тональности. И вот эти два из Allure. Дальше у меня оттенок из дракона. И опять же, блик как будто бы создает что-то похожее в этих двух оттенках. Когда наносишь, они совершенно разные. Магия вне Хогвартса. Это незаконно. Allure с котом. Девноглазый блудный кот. Обожаю ее. Самая нежная палетка, на мой взгляд, в данном бренде. У нас, ну это розовый. Даже не буду переносить. Видно, что они совершенно разные. Вот этот оттенок можно, конечно, сравнивать вот с этим. У нас уже будут новые места для сочи. И как будто бы больше нечего сравнивать. Этот оттенок у нас темнее всех остальных. И вот наши оттеночки. В коте оттенок более розовый. Бежево-розовый. Здесь более холодный. И последнее. Чаепитие. Сначала хотела просто вам показать, что в чаепитии у нас тоже есть такие две зеленки. Они совершенно разные. А потом я увидела вот это вот совпадение. Когда они стоят друг рядом с другом, они вполне похожи. Сравниваем оливку сатин и сатин. И сравниваем вот эти два розовых оттеночка. Сначала набираю оливку Allure. Потом из чайника. Розовый Allure. Розовый из чайника. Вот они у меня на пальчиках. В чайнике более голубой зеленый оттенок. И более фиолетовый розовый. Прямо сейчас при вас сделаю подсъем оттенков, которые мы сравнивали. Тут видны оттенки из чародейки. По сравнению с Allure. Все, 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 что я показывала. Особенно эти светлые шиммеры, которые под определенным углом выглядят как будто бы это один цвет. Руку немножко поворачиваю и они раскрываются и показывают себя. Также давайте быстренько подснимем наш прекрасный экстра оттенок. Розовый с золотистым. И вот сюда опять зеленый. Мы всю палетку просвочили со всем, чем только можно было сравнили. Если не совсем, пишите в комментариях с чем. И давайте подытожим. Я даю по цветовой палитре этой палетки 100 баллов из 10. Потому что это очень крутая гамма. Она мне до безумия нравится. Если птаха чуть-чуть для меня холодновато. И я ее обычно наношу более холодное время года, когда у меня совершенно не загорелая кожа. Лев, он теплый. То эта палетка вот прям она будет и зимой, и летом, и весной. Я уже про это говорила, но еще раз повторюсь. Все оттенки мне до безумия понравились. Что по формуле матовые, очень нежные, насыщенные. Они сами себя растушевывают. Если вы захотите нанести вот этот вот насыщенный коричневый оттенок или оливку, то они растушуются. Они растушуются вот этим оттенком, вот этим, вот этим. Они очень-очень хорошо растушевываются. Еще матовые оттенки здесь как будто бы немножко разглаживают, подблюривают кожу. Что касается шиммеров. Наверное, про самый пугающий, вот про этот скажу. Потому что обычно такие яркие, насыщенные шиммеры, они скукоживают век. Оно выглядит очень морщинистым. Здесь такой проблемы нет. Я делала этот оттенок на все подвижное веко. Есть эффект фольги, но нет вот этого некрасивого скукоженного века. Очень классный. Вот эти два оттенка я, наверное, посоветую наносить лучше пальцем, нежели кистью. Они будут осыпаться. То же самое касается матовых. Их не надо вот так вот набирать, иначе они будут осыпаться. Аккуратненько прикладываем кисточку к рефилу и переносим на веко. Это очень нежная формула. Экстра оттенок наносится великолепно и пальцем, и кистью, чем угодно. Сатина в них даже можно чуть-чуть поковыряться. Ну, это я так условно говорю, поковыряться. Чуть посильнее набрать для того, чтобы получить максимально насыщенный пигмент. Чуть-чуть послабее для того, чтобы получить более прозрачное. Они классные, они хорошо у меня сидят и без базы, и на базе. С цветными подложками, из помад, кремовых теней. Работают совсем, работают красиво, классно. В общем, мне понравилась до безумия эта палетка. Наверное, она станет моим фаворитом. Number one вообще среди палеток Tami Tannuka и всех моих палеток. Очень рада, что они ее выпустили. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой палетки. Как вам цветовая гамма? Может быть, вы хотите увидеть еще какие-то сочетания оттенков у меня на глазах. С удовольствием сделаю еще какие-нибудь туториалы. Мне хочется с ней играться. И, знаете, несмотря на то, что я сделала уже шесть макияжей с ней, у меня такое ощущение, что я могу сделать еще больше разных образов, используя эту палетку и, возможно, какие-нибудь цветные подложки. Большое спасибо за внимание. Не забывайте подписываться. Еще раз вам напомню. И до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok